Девушки отдыхают 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 А давай мы с тобой переоденемся пастухами, а? Ну, хорошая идея. Переодеться пастухами. Пойдем, ребёнок же, переодевайся. Пойдем. Пойдем, ребёнок. 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 Продолжение следует... 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 Вот такая удивительная история. Друзья, Дракоша, так все это было. Как чудесно, дядь Вадим! Спасибо, что показал. Дядь Вадим, откуда ты знаешь эту историю? Вот, Дракоша, эта история записана в удивительной книге. Я покажу ее. Библия называется Библия. Дракоша, Дракоша, так все это называется Библия. Ну как, ты знаешь? Сколько? Почему Библия называется Библией? У нее много страниц. Библия происходит от слова «библиотека». В этой книге записано целых шестьдесят шесть книг. Шестьдесят шесть. И все они говорят о Боге, о том, как Он сотворил весь этот мир, как Бог сотворил людей, как они согрешили. И потом Богу пришлось послать в мир Сына Своего, Иисуса, чтобы Он родился, умер на кресте за грехи людей, воскрес в эти дни, и ушел на небеса, чтобы готовить нам там место. Вот это да. То есть все это большая-большая книга, только история про Рождество? Нет, здесь очень много историй. Деда, там родители читают Библию? А какие вы истории знаете из Библии? Или героев этой песни? А какие еще истории? Иисус. Про Иосифа Мария. Про Давида, про царя. Про Даниила, первосоветника. Про Моисея. Да, про Иосифа. Про Ангелов. Про Ангелов, да. А Моисея там? И про Моисея тут написано. Очень много историй записано в этой великой книге Библии. А мой? А мой? А ты не ной. Библия является таким светильником для нашей жизни. Что делал Иисус Христос? Вы знаете, дети, что вся жизнь Иисуса Христа заключалась в том, чтобы творить добро, помогать другим и делать всех людей счастливыми. Дядь Вадим, как хорошо, что ты это сказал. Я как раз хотел войти и нарисовать подарок для Заяца, разъясняется. Как здорово, Дракоша. Можно я пойду? Конечно, иди, рисуй. Дети, вы знаете, в чем смысл Рождества? Бессмысл Рождества заключается в том, чтобы быть добрым, помогать другим и быть бескорыстным. Бескорыстие – это слово надо разъяснить. Кажется, это Заяц разъясняет. Привет, Заяц! Привет, Эдематириев! Бескорыстие – это очень важное слово. Да, объясни нам. Быть бескорыстным – это значит помогать другим людям, не сильно заботящий о самом себе. Спасибо, Заяц. Слушай, Заяц, а что это у тебя тут поварешка, поварской колбак, и ты весь в муке запачкался? Дядя Вадим, ну это секрет! Секрет? Да. Я готовлю дуру для Пампоши. Здорово, Заяц! Пампоша будет очень рад. Ну что, Дядя Вадим, у меня совсем нет времени, я побежал! Да, Заяц, пока, Заяц, пока! Итак, вы с вами узнали, что быть бескорыстным – это значит делать добро, не ожидая ничего взамен. Вы можете быть бескорыстными, если поделитесь друг другом игрушками. И будете нести с кого очень тихо, когда дома кто-то спит. А как еще можно быть бескорыстным? Помогать другим. Не заботиться о себе, молодец! А еще? Помогать маме и бате. Дракоша, ну что же случилось у тебя опять? Дядь Вадим, ну! Я рисовала, рисовала крыльку, но, по-моему, я не умею рисовать. У-у-у, ты чайник. Да, Дракоша, ну, я думаю, что тут я смогу тебе помочь. Хочешь? Я помогу тебе. Да? Кто еще не умеет рисовать? Давайте с вами не помочь. Научимся. Да! Да! Я научилась рисовать ангела. А ты повторяй за мной. Так, сначала мы рисуем, что это? Топ! Это голова. Потом мы рисуем туловище, как колокольчик. Колокольчик. Так. Есть, успеваешь? Потом распростерты объятья. Как у того ангела, который пришел возвестить о младенце Иисусе. Так. Так. Точки, руки, руки. Варим, точки. А, что холодно. Да. Что еще? Лисуем глаза. Глаза. И улыбку. Ведь ангел уже улыбается. Да, улыбается. Так. И что у нас еще не хватает? Крылья. Правильно. Я рисую таких крылья. Да. Крылья. Крылья. И... 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 Ножик там не лето. Вот такой вот ангел у нас получился. А вы хотите научиться? Ну или нарисовать открытку для своих друзей, для родителей? Да? Да? Так вот, что они за это разъясняют, помогут вам, и вы сможете нарисовать открытку. Пойдемте все вместе, будем рисовать с вами открытку. Приятного аппетита. Вода. Вода. Ребята, вы хотите нарисовать тоже что-либо? Да? Кто любит нарисовать? Да. Дорогие взрослые, вот сейчас нужно будет вот этот проход вас освободить, потому что там должны будут пройти те дети. Если можно, вот сюда к пианино шагните, смотрите, здесь много места. Взрослые, зайдите, шагните, там вот сейчас вся эта толпа детей будет идти мимо вас. Будешь шагаться? Есть? Подниматься. Так, первый ряд встает, первый ряд встает, и идет вот Евгений Юрьевна, только первый ряд. Как на школе, как на школе, как на школе, как на школе. Дальше, встает. Второй ряд встает. Идет «Ключи» и «Лега». Третий ряд встает. Третий ряд встает. Идет «Ключи» и «Лега». Третий ряд встает. 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 И когда пришли волхвы к нему, он сказал, покажите мне то место, чтобы мне пойти поклониться новорожденному царю. Это были книжники, ученые люди, которые ждали пришествия царя. И это были те набожные, простые люди в храме, как Сталин Симеон, у которых была, и пророчца Анна, у которых была достаточно детская вера, для того, чтобы увидеть в младенце мессию, увидеть в младенце царя. Вот каждый из вас взрослые люди, и вы имеете какое-то свое положение, образование, состояние, ну, может быть, мнение о себе или о других. Ну, смотрите, вокруг младенца собрались еще, я забыл про ангелов, которые воспевали их песни и радовались новорожденному младенцу. То есть, вокруг младенца Иисуса собрались люди самых разных возрастов, положения и учености. И все они пришли поклониться младенцу. Все они пришли поклониться младенцу. Вы знаете, поклонение – это то, что должно выражать творение Творцу. Поклонение – это то, что, ну, я не знаю, когда ваши дети родились, вы ждете от них послушания, вы ждете от них любви, вы ждете от них какой-то отдачи, чтобы они восхищались вами, как родители, чтобы они слушались вас, и по каждому слову, по мгновению руки могли повиноваться вам. Мы – Божий Творец. И когда все эти персонажи пришли поклониться младенцу Иисусу, это говорит о том, что перед нами Бог, который достоин поклонения. Иисус, мы говорим, Иисус Господь, Царь Царей, Сын Божий. Это все говорит о Его величии, о Его в то же время простоте. В Младенце Христе явился сам Бог. И мы говорим о том, что Рождество – это Бог с нами, это Бог в воплощении. Это когда Божество прикоснулось к человечеству, чтобы человечество оброженилось. И в то же время это прикосновение человечества к Богу, чтобы Бог стал как человек. Единственная религия христианства, где мы видим, что Бог сошел к людям. И наша реакция для младенца Иисуса – это поклонение. Я хочу сегодня, взрослый, сказать каждому из вас. Все, что мы можем сделать – это поклониться Иисусу младенцу. Иисусу Царю. Иисусу, который является Господом нашим, Богом нашим. И все, что наша жизнь, она должна быть в жизни поклонения. И вы знаете, мы пришли сегодня с детьми. И какая роль родителя вы можете научить его, отправив в школу, в институт, или развивать его природные какие-то таланты, рисовать, или петь, или там танцевать, или еще что-то. Вы можете с помощью своих связей и финансов продвинуть его высоко по служебной лестнице. Вы можете сделать из него великого человека, или вообще никак на него не обращать внимания, и как вырастить, так вырастить. Но единственное, что вы можете дать своему ребенку – это научить его поклоняться живому Богу. Если вы воспринимаете, что над вами есть Бог, который приведет когда-то всю нашу жизнь на суд, откроются книги, и вся наша жизнь будет видна, как на ладони. И что ожидает нас? Царство Небесное или Ад? И мы можем быть в любом положении, но мы, перед Богом, окажемся надими и простыми. И Он не будет смотреть на то, сколько у тебя богатств, или сколько у тебя образований. Он будет смотреть на то, любишь ли ты Иисуса Христа, поклоняешься ли ты Ему всей своей жизнью. И как родители, единственное, что мы можем сделать, это научить своих детей поклоняться живому Богу. Веровать в Его, чтобы дети наши понимали, кто есть Господь. Что младенец Иисус – это тот самый, который пришел за наши грехи умереть. Он родился, чтобы умереть за нас. Мы родились, у нас есть какие-то планы, у нас есть какое-то будущее. О Нем уже было известно, что Он родился, чтобы умереть за грехи человечества. И все, что мы можем сделать, это поклониться, сказать, Господь, мы принимаем Тебя всем своим сердцем. Мы принимаем Тебя, потому что веруем, что Ты наш Бог. Потому что веруем, что мы творение, и Ты бесконечно любишь нас. Я хочу призвать Вас, дорогие взрослые, любите Бога, поклоняйтесь Ему. И любите своих детей так, чтобы они видели, как их Бог любит. Чтобы они, глядя на Ваше поклонение, научились поклоняться так же Богу, как Вы поклонялись. Не будьте лицемерными, придя в храм, поклонившись, и выходя в обычную жизнь, продолжать перешить и делать непотребства. Показывайте своим детям предмет, подражание, что я и в храме, и в доме, и на работе, и на отдыхе, я везде поклоняюсь Богу моему. Я знаю, что Бог надо мной. Сегодня мы здесь, на празднике Рождества. Славим Тебя наш, Господь Иисус. Славим Тебя за Твое великое чудо, которое Ты совершил. Ты воплотился и стал Богом среди нас. И сегодня здесь, на этом месте, я молюсь за каждого родителя. За папу, маму, за бабушек и дедушек. Чтобы Ты благословил их и наполнил собой, своим присутствием. Ты, Бог, Троица, внутри нас создаешь храм себе. И дай нам в этом храме, в своем сердце, поклоняться Тебе, любящий Бог. Творить внутри это добро, которое Ты творишь в нас. Быть примером для своих детей. Быть примером для своих соседей, сослуживцев, с кем мы трудимся. Боже, благослови, благослови взрослых родителей, благослови детей. Молимся, чтобы Ты благословил нашу страну и возродил веру в наших сердцах. Господи, чтобы эта вера была ярким святейником в этом мире. Бог наш дорогой. Во имя Отца и Сына и Духа Святого, Валерий Сиди. С Рождеством Христовым, дорогие друзья, братья и сестры. Еще три фактных пункта хочу добавить, но очень коротко. Я верю, что случайностей в жизни не бывает. И я благодарен Господу и Вам, что Вы в государственный праздник Рождества Христова оказались в церкви. Знаете, это самое лучшее место, где можно праздновать Рождество. Скажите на это миг. И слава Богу, что Вы здесь. Хочу дать Вам совет. Вот Вы взрослые, сейчас скоро придутся сюда находить дети, которых мы любим. Есть три важных пункта, чтобы Вы были христианами. Запомните их на день. Три пункта. Первое. Молитва. Второе. Библия. Третье. Церковь. Молитва, Библия и церковь. Начнем с церкви. Мы приготовили, а дети не знают, подарочки. Я даже Вам покажу. Но здесь подарочек не только детей, но и для Вас тоже. Там язык Евангелия, Новый Завет. И я хочу сделать Вам пожелание. Прочитайте Евангелие. Мы христиане, мы живем в христианской стране. 95% исповедуют Господь и Церковь и Церковь и Церковь и Церковь, но, к сожалению, мы не прочитали Евангелие. Еще в этой коробочке лежит вот такая вот грудочка. Тут, во-первых, фотография нашей церкви. Тут написано, когда проходит богослужение. Каждое воскресенье в 11 часов. Каждое воскресенье в 11 часов здесь. Вы можете смело проходить с детьми. У нас параллельно большому взрослому богослужению идет воскресный школа. Они с нами минут 10 дети присутствуют. Есть детская проповедь. Ну, когда они раз придете, увидите. А потом они расходятся по классу. Вы, взрослые, слушаете проповедь для взрослых, приблизительно как сейчас. А дети в это время что-то делают, рисуют и так далее. Во-вторых, здесь у нас есть церковный сайт, телефон. Это знаете, может быть, вы через полгода найдете вот такую открыточку и скажете, «О, откуда это такое? Где-то я это видел». А сзади мы написали молитву, самую важную молитву, молитву покаяния. Я сейчас ее не буду читать. Сейчас, знаете, я верю, что однажды придет время, когда вам нужно будет Господь. И вы скажете, а как мне помолиться? Как мне помолиться и какие мне слова сказать Господу, чтобы Он меня простил? Здесь написано, это молитва. И я хочу, чтобы вы прочитали, не прочитали, а искренне от сердца сказали, ну, сначала прочитайте, а потом своими словами сказать эту молитву. И еще, мы подумали, знаете, сейчас у нас такой суретной день. Вот завтра, 8 число, воскресенье, у нас 11 будет богослужение, но мы хотим вас пригласить в 3 часа дня, в 3 часа дня, родители. Приходите сюда, у нас будет специальная группа, маленькая группа. Надо сказать, где мы сейчас побоимся. Еще одну, еще минуту, подождите. В 3 часа дня мы хотим позвать брат сюда. Для чего мы хотим позвать? Здесь две очень важные дела. Во-первых, я знаю, что в любой семье, в христианской и нехристианской, бывают проблемы в отношении. И мы хотим об этом поговорить. Во-вторых, есть очень важная тема для нас взрослых. Как воспитывать детей? Я знаю, что у вас есть опыт. У нас есть опыт. И вот мы хотим, в 3 часа дня, если вы не придете на богослужение, приходите в 1 часа в гаде на воскресенье в богослужение. Но если завтра вы заходите, вот так вот, немножко поговорить, сделать такой финбэк, пообщаться. Две темы, приходите в 3 часа дня. Ну и все, и последняя молитва. Итак, церковь, Библия, молитва. Пусть Господь так всех предусловит. Аминь. Два. Три. Все. Два. Ходи. Ходи. А ты кто? Семь. Нет, 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 я у сьям. Даши девки возвращаются. Я надеюсь, взрослые бы хорошо провели время. Взрослые, вы хорошо провели время? Взрослые здесь вообще есть? А, взрослые, если через... Стоять! Я вам скажу по секрету, дети вам приготовили сюрприз. Но мы вам не скажем пока. И покажем. Ух ты! Тут у нас прям вообще-вообще сюрприз. Если кто-то случайно занял чужое место, пожалуйста, встаньте, потому что сейчас детки вернутся, им нужно будет сесть на свои места. Дима! Дима! Давайте продолжаем. Мы продолжаем наше приключение. Зашенька. Хорбенчика. Зачем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Мы опять откроем шундук истории и посмотрим, как это было. Снимаем. И она показывала путь мудрецам, которые видели это звездой, собрали свой караван и пошли в дальний путь. И пришлось идти через пустыни и горы, и пошли по пирамиду, и звезда показывала им путь подойти. Больше кода шли мудрецам, неизвестной дорогой, так, наконец, звезда привела в дом и гордиться в воде. И радость в душе. И вот придя, они увидели и Осипа, и Марию, и младенца Иисуса. И все радовались, радовались тому, что звезда принимает наконец-то это учество. И они раскрыли свои покрывала перед Христом, положили за них свои подарки. Золото, лава и смирь, дорогие благовония. Костябия, наш Старик, наш Спаситель. Тебе честь, наши поклонения, наш мир. Вот такая удивительная история. Вот это да. Спасибо, тетя Вадим, за такую прекрасную историю. Теперь понятно, кто такие волфы, почему мы дарим подарки на Рождество. Я приготовил, о, Коша, подарки. Давай дарить подарки, давай положим их подъем. Это значит твоя любимая часть, да, подарки. Это твоя любимая часть. Пойдем. Смотри, для кого это подарок? Это синий, наверное, для Бобика. Это для Бобика, ты прав. Так, 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 так. Это для... Это для... Здесь не жинки. Это для снежинки. А вот, я знаю, это распускается. Да, это подарки для наших колесей. Тать, вот и... Да, мне кажется, не хватает одного подарка. А кого-то не хватает. Один, два, три... Нет, все на месте. Тогда я чего-то не понимаю. Что ты не понимаешь, Тракоша? Ну, если Рождество, это день рождения Иисуса, то где же подарок для Него? Дети, ведь Тракоша добра, когда мы празднуем день рождения, нам же дарят подарки? Да. Тогда Иисусу тоже надо подарить подарок? Да. А какой подарок мы можем подарить Иисусу? Я не знаю, вот если бы кто-то из тех пастушков или волхов, которые были, тогда Иисусу могли бы нам рассказать. Давай, ребята, мы бы узнали, что просто что можно подарить Иисусу. Что подарить мне? Ведь я так мало. Будь я пастух и повечку отдал, будь я царь, корону свою подарил. Лучше я сердце ему подарю. Замечательно. Это так много, видите. Но вот, Вадим, а как же можно подарить свое сердце Иисусу? Я тоже хочу подарить ему. Знаешь, Тракоша, подарить Иисусу свое сердце, это значит любить Его. А если мы любим Иисуса, значит мы радуем Его. А Иисус радуется, когда мы радуем других людей и делаем их счастливыми. Спасибо, Дракоша. Спасибо, Дракоша. Теперь понятно. Теперь мне все понятно. Я хочу тоже делать других людей счастливыми. Я горжусь тобой, Дракоша. Дракоша, Дракоша, Дракоша. Привет, дай. Привет. Привет, Дракоша. Привет, Дракоша. Привет, Дракоша. А мы, а мы, а мы готовим тебе сюрприз. Мне сюрприз. Только для этого ты должен закрыть вас, да? И досчитать до пяти. Ну хорошо. Я считаю до пяти. Не могу до десяти Раз, два, три, четыре, пять Я люблю искать Ой, Заяц, что это? У-у-у, это мы приготовим сюрприз Сюрприз мне? А где Дракоша? Он попросил ответить с него Да, ну хорошо, такой большой банд Ух ты, что же здесь? Ну-ка Сюрприз, Дядя Вадим Дракоша, ты меня напугал Что ты там делал? Дядя Вадим, я решил подарить на руси свой дед себя Себя? Так, здорово Я обещаю быть хорошим драконом в этом году Никого не есть, не баловаться за спичками Не прятаться под кроватью И вот И слушать за тебя Это замечательный подарок, Дракоша Я так радуюсь, что ты мне такой плавный вырос На улице Никого не есть Да, Заяц? Да, вот этот подарок Да, еще этот подарок мне Мне прям задавили Что здесь такое? Мыть посуду, заправлять кровать, расчесывать дракошу, поливать цветы, быть послушным Что это, Заяц? И это то, что я обещаю делать в следующем году Ой, вы сделали мне замечательные подарки, ребята Слушайте, дети, ведь вы тоже можете сделать какие-то такие подарки своим родным и близким Быть добрыми, послушными, помогать, управлять кровать, расчесывать дракошу, будь Заяц, поливать цветы, быть полными Так здорово, спасибо, друзья Заяц, а у меня тоже для тебя есть подарок Это тебе Спасибо, дракоша Ты рисовал ему сам? Какой замечательный ангел Нет, дядя Вадим, папа Спасибо Ты настоящий художник, дракоша Молодец Дядя Вадим, а ты мне можешь чуть-чуть помочь? Да, конечно, давай Дракоша Дракоша У меня для тебя тот Это все мне Ну я бы мог Это тот Если не мог, он прямо сейчас Ну я, конечно, угощу его, Толя Спасибо Теперь мы сможем по-настоящему отпраздновать день рождения Иисуса Давайте празднуем песню Давай С днем рождения Иисус С днем рождения Иисус С днем рождения, с днем рождения С днем рождения Иисус С днем рождения Иисус Поздравляем тебя! С днем рождения, Иисус! Это день для тебя! Это день для тебя! Ну точно, у нас в городе готовлена целая грана подарков, и мы сейчас будем вам дарить, отправить на заинный стадо, чтобы мы дарим вам подарок.